вас приветствует канал компьютерная академия и наш новый партнер сайт gaga g.com и так сегодняшнем видео интересный вопрос вы хотите приобрести правильный и хороший смартфон лучший выбор сяоми mi 9 lite итак поехали и так представляем сяоми mi 9 lite возможно сяоми mi 9 lite не самый яркий смартфон в линейке производителя не тебе камер рекордного разрешения не полностью бездрамочный экран но это добротный середняк с флагманскими фишками например 639 дюймовый super amoled дисплея аппарата встроен сканер отпечатка пальцев да он вступает по скорости традиционным сенсором зато работает с влажными пальцами и практически не ошибается рамки тонкие яркости достаточно на улице солнечный день есть и функция dc dimming которая снижает нагрузку на глаза из-за высокочастотного мерцания oled панелей в небольшом вырезе сверху расположилась фронтальная 32 мегапиксельная камера ее можно использовать для разблокировки по лицу с 8 ядерным чипсетом snapdragon 710 можно запускать любые игры тяжелые шутеры часто идут на высоких настройках графики и без рывков при длительных нагрузках производительность процессора не падают что тоже плюс оперативной памяти на этом аппарате 6 гигабайт встроенный 64 или 128 гигабайтов правда старшая модель превышает наш бюджет а карту памяти формата micro sd можно вставить только вместо 2 сим-карты в отличие от флагмана линейки light версия сохранила трех с половиной миллиметровый разъем для наушников инфракрасный пор для управления техникой и бесконтактная оплата с помощью nfc тоже в списке рамка корпуса металлическая с двух сторон смартфон прикрыт стеклом но gorilla glass 5 поколения заявлено только для фронтальной панели ну и так тоже неплохо спинка интересно переливается на свету а вертикальный логотип сяоми на ней совмещен след индикаторов событий выглядит необычно дизайнеры только конечно не учли что сегодня мало кто кладет аппарат на стол экраном вниз вопрос конечно ничего ну а теперь давайте обратим внимание на камеры и так все у меня 9 light получил одну из лучших в классе основную камеру с тремя модулями 48 мегапиксельный с оптикой 18 обычно работает в режиме 12 мегапикселей сшивая 4 соседних пикселей в один это одна из новых вот этих фишек телефона пример других смартфонов с таким же сенсором sony amx 586 показал что съемки съемка на полном разрешении не всегда улучшает качество снимков в большинстве ситуации можно смело положиться на автоматику которая неплохо справляется даже сумерках восьми мегапикселей объектив широкоугольные не такой зоркий его лучше использовать при хорошем освещении 3 2 мегапикселей сенсор используется в портретном режиме для создания эффекта букет цена цена сяоми mi 9 light на 64 гигабайта уже опустилась до 7000 гривен умножаем на 2 получаем 14000 рубликов российская цена за версию со 128 гигабайтами памяти просит на 800 гривен побольше ну вот как то так и так в конце нашего видоса давайте подведем общую черту и назовем три причины чтобы купить данный аппарат первая причина качественный amoled дисплей до следующий сканер отпечатков пальцев в экране круто интересно ну и самое хорошее это и самое нужно это очень качественные и хорошие камеры ну а теперь секретные две причины чтобы не купить этот аппарат скорость работы сканера отпечатков немножко медленные медленные но вы никуда не спешите и скользкий корпус без чехла но это кому как но выбор на нашем канале все равно есть партии к а а а а а а Продолжение следует...